Всем привет! Я Вика Виноградова, это канал Рецепты для Лентяев, и я для вас подготовила праздничные блюда. У нас наступает 8 марта, так что я решила как раз приурочить это к этому празднику, но это, естественно, подойдет на любое застолье. Блюда я постаралась, по крайней мере, многие сделать полегче, пополезнее, потому что я знаю, что прошли как бы и новогодние праздники, сейчас вот зима заканчивается, многие, в том числе и я, пытаются привести фигуру в порядок, поэтому многое тут будет легенькое, такое полезненькое, что-то будет с майонезом, естественно, на разный вкус. Салатики, закуски на небольшую компанию, либо для какого-то семейного торжества. И начать предлагаю с салатиков, например, с салата с креветками. Нарезаем горсть корнишонов, штучек 10, 100 грамм печени трески делим на более маленькие кусочки. Режем 100 грамм вареных креветок, одну оставьте для украшения и натираем 2 вареных яйца. Заправляем майонезом, все перемешиваем и выкладываем в кольцо. Украшаем зеленью и креветкой. Ну, салатик вот этот как раз получается такой более жирненький, майонезненький, потому что все-таки я знаю, что не все у нас на похудении, правильном питании. Он очень пикантный, его отдельно там солить не нужно, за счет огурчика все уже прекрасно посолено. У него получается такой очень интересный рыбный вкус, достаточно мягкий за счет того, что это печень трески и креветки. Очень-очень пикантный, как раз плюс огурчики. Если хотите, можно еще, например, сюда немножко чесночка добавить, но так уже вкусно. Приготовим следующий салат. Нарезаем 200 грамм тыквы на кубики. Кубики лучше делать небольшими. Солим, перчим и добавляем сушеный базилик, либо какие-нибудь другие сушеные пряные травы на свой вкус. Сбрызгиваем растительным маслом, распределяем специи и отправляем в духовку на 20 минут, чтобы тыква стала мягкой. Сами в это время нарезаем 70 грамм сыра. Лучше взять какой-нибудь выдержанный, типа пармезана. И 100 грамм вяленых томатов. Их лучше тоже нарезать на небольшие кусочки. Для заправки смешиваем столовую ложку растительного масла, чайную ложку лимонного сока, чайную ложку меда и чайную ложку бальзамического уксуса. Перемешиваем, чтобы масло равномерно смешалось с остальными ингредиентами. На тарелку выкладываем салатную зелень. Я взяла горсть рукколы. Поливаем ее заправкой, чтобы сразу придать зелени вкуса и сочности. И сверху раскладываем подготовленные ингредиенты. Тыква будет отлично сочетаться с кисло-сладкими пикантными вялеными томатами. А солоноватый сыр будет добавлять вкуса. Но, кстати, вместо пармезана можно взять, наоборот, мягкий сыр. Получится очень изысканно. Все это можно еще посыпать тыквенными семечками. И готово! Ну, у меня тут смесь семян тыквы и подсолнечника. В принципе, это неважно. Можно, например, кедровыми орешками тоже посыпать. Это будет очень даже прекрасно. Тут как раз получается очень интересное сочетание солоноватости с легкой сладостью. С какими-то такими пикантными нотками. Очень-очень вкусно. Такой хороший получается закуточный салатик. Дальше предлагаю сделать рулетики. В принципе, здесь все блюда готовятся недолго. Можно, кстати, вообще начать с этих рулетиков. Потому что им нужно будет часик поставить в холодильнике. И как раз пока они стоят, все остальное потихонечку готовить. На лист фольги выкладываем колбасную нарезку внахлёст друг на друга. Нужно около 100 грамм нарезки. У меня тут разные виды колбасы, но можно взять только какой-то один. Главное, чтобы нарезка была крупной. Тогда ее удобно будет сворачивать в рулет. Смазываем половину рулета творожным сыром. Нам понадобится где-то 3-4 столовые ложки. И по краю выкладываем несколько вяленых томатов. Скручиваем все в плотный рулет и убираем в холодильник на часик, чтобы он хорошо зафиксировался. После чего нам остается только нарезать на порционные кусочки и разложить на тарелки. Это всегда очень вкусненько, пикантненько под какие-нибудь напитки. Это прекрасная закуска. И вот за счет творожного сыра колбаска становится такая более нежная, сливочная. Плюс еще вот эта кислинка от вяленых томатов. Это прям очень вкусно сочетается. Помимо рулетика можно еще сделать баклажаны в такой красивой глазури. Режем один баклажан брусочками. В миску наливаем 3 столовые ложки соевого соуса, столовую ложку яблочного уксуса, чайную ложку крахмала, чайную ложку меда, чайную ложку лимонного сока. За счет крахмала жидкость будет мутноватой, но это так и надо. Благодаря этому у нас получится красивая глазурь на баклажанах. Добавляем пару зубчиков чеснока, немного молотого перца и идем обжаривать баклажаны. Жарим их на довольно сильном огне и на хорошем количестве растительного масла. Жарится все очень быстро, нужно буквально минут 5-6, чтобы баклажаны подрумянились. После этого заливаем их нашим соусом и жарим еще пару минут, чтобы овощи успели пропитаться всеми соками и ароматами. Перед подачей на стол посыпаем кунжутными семечками и зеленью. Тоже как раз получается очень легкое блюдо, очень-очень ароматное, прям вообще прекрасная закуска. Тут есть и сладость. Если хотите, можете еще какую-нибудь астринку добавить в виде красного перца, это будет шикарно. Баклажаны при этом получаются очень нежные. Еще одна закусочная тарелка, ну и так как у нас приближается 8 марта, я ее решила оформить в таком весеннем стиле, с цветочками. Надеюсь, вам понравится. 100 грамм помидор черри разрезаем пополам. На такие же половинки режем 50 грамм мини шариков моцарелла. Тарелку застилаем листовым салатом. Выкладываем помидоры и сыр. А еще сворачиваем колбасную нарезку в виде розочек. Здесь примерно грамм 70 нарезки. Нарезку можно брать любую, особенно это будет хорошо, если вы сделаете 2-3 вида колбасных или мясных нарезок. Все это будет сочетаться очень вкусно, красиво. Добавляем розочки между помидорами и сыром. И поливаем все это небольшим количеством соуса песто. Соус я брала в магазине, уже готовый. И выдавливала из пакета, чтобы получилось нанести совсем небольшими капельками. Все. И тут у нас как бы и вкусные помидорки за счет соуса песто. Это прям все прекрасно. Просто берите в магазине готовый и все шикарно. Либо, если хотите сделать сами, можно взять горсть базилика, немного грецких орехов, либо кедровых, чуть-чуть сыра. И добавить немножко растительного масла. Также перемолоть в блендере. И, пожалуйста, вам как бы готовый соус песто. Но, когда в магазине и так все это продается, шикарные получаются сочные помидорки с мягким сыром. Плюс эта вот колбасочка всякая. Отлично закусоченная тарелка. Вот такие получились рецепты. Дорогих, замечательных моих зрительниц. Поздравляю заранее с праздником нашим женским. Весны вам всего самого замечательного. Будьте такими же красивыми, женственными, хозяйственными, самыми очаровательными, замечательными. Все на самого лучшего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok